Что я сделала? Да, я создала ещё один канал, который называется Мария Милк. Но если вы хотите найти мой канал, вот этот вот, вот этот канал и подписаться, то ладно, Машу Бубликову вы найдёте с моим фейсом. Вот, то уж, пожалуй, канал Мария Милк вы реально не найдёте, потому что количество Марии Милк бесчисленное. И я вам посоветую найти так вот. Вот, набираете Мария Милк, Мария Милк по-английски. Да, Мария пишется как, знаете, Мария Вейвуд, у меня написано точно так же, только Мария Милк. Итак, значит, вы набрали Мария Милк, и после мы с вами пишем привет видеоблогерам страны. Да, вот, поэтому, если вы это наберёте, вы обязательно найдёте мой канал с моим фейсом. Ну, сами понимаете. Да, и значит, сегодня, почему я сижу с телефоном, потому что сегодня я хотела бы снять вопрос-ответ. Вопрос-ответ на начальной стадии, это, конечно, не очень круто. Также я хотела бы вам рассказать кое о чём. То есть, смотрите, я недавно смотрела видео, девочки, которые снимают видео, извиняюсь, у меня просто глаза чуть слетят с сегодняшнего дня. Вот. Она говорила, что ребята, у которых только по одному подписчику, уже снимают ошибки видеоблогеров, и она оставляла ссылочку на один такой канал. И я смотрела, и это реально смотрится убого просто, поэтому даже можете это не смотреть. Итак, значит, я не снимаю видео про то, как ошибки видеоблогеров, да, так как у меня у самой ещё нет подписчиков, но я надеюсь, если мой канал упадёт в гору. Потому что, с чего я взяла канал, именно моя настоящая фамилия, это Аитова, и меня по-настоящему зовут Маша Мария, да. Вот, поэтому я так назвала свой канал. Вот. Ну, то есть, поэтому, так вот, значит, Мария Аитова. И ещё одно сравнение, почему я назвала свой канал Маша Аитова, Мария Аитова по-английски. Все знают известный канал, который называется Катя Адушкина, но хотя он ещё не совсем известный, но всё же. И я смотрю Катю Адушкину, а Адушкину мне очень она нравится, и это любовь всей моей жизни, наверное. Боже, как я одела майку. Это вообще какие-то кофты там, да. Да, это, я её обожаю, так же, как и Варю Стефанову и... Варвара Насте. Варю Стефанова. Я, я люблю их очень, и Катя Адушкина, она называла свой канал, Варя Стефанова, Варя Стефанова, Стефанова назвала свой канал так же по-русски, как он и звучит. Но просто, а зато вот Катя, она называла свой канал Катя Адушкина, так как я её забуду в жизни. И поэтому я тоже, мне почему-то захотелось так называть свой канал, но так как у меня уже есть Милк, Публикова, что ещё надо? Ну, ладно, значит, поехали. За вопросиками, за вопросиками. Поехали, поехали, за вопросиками. Первый, первый самый прикольный вопросик. Купила бы ты себе единорожка? Для начала, мне бы знать, где продаётся единорожек, я бы обязательно купила, и денег заплатила куча, и скупила бы весь магазин с единорожками. Следующий вопрос. Что из сладостей ты любишь? Что я люблю из сладостей? Из сладости я люблю, наверное, всё. Я люблю всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё. Вот знаете, единственное есть, я не люблю кремовые торты. Вот это, они жирные всегда, обычно. И вот сколько помню, на одно и день рождения, я когда приходила к своему другу, мне один раз понравилось, да, точнее не к другу, а к своему брату. Это было вчера. Да, я ела такой торт, и мне он очень понравился, хотя он был масляный, такой вот сливочный, или какой-то, короче, такой, который мне не нравился, и он был противным очень. Но всё же, когда я его попробовала, мне очень понравился, торт был от кондитера Зудин, и торт назывался Смайл. Кто пробовал, очень вкусный, да, я, кто, ну, может, кому-то и не понравился, но лично мне очень понравилось. Я бы даже сказала, что это очень круто, да. Та-дам, тортики, 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 тортики. Что из фруктов ты любишь? Спросите, как ты так успела прочитать? Очень просто. Я успела, я хорошо, читай быстро. Так вот, твой любимый фрукт. Мой любимый фрукт, честно говоря, я люблю из фруктов всё, всё яблоко. Ну, значит, я из фруктов люблю всё. Я люблю яблоки, я люблю груши, но есть одно но. Если спрашивать, я не помню, вот я не люблю орехи. Из орехов, что я не люблю, но это ответ на следующий вопрос. Я не люблю, если я не ошибаюсь, то кокос это орех. Я ненавижу, короче, кокосы. Ненавижу просто кокосы. Кокосы это странно как-то, мне не нравятся какие-то... Может, кому-то нравится. Ребят, если кому-то нравится, то, пожалуйста, не слушайте меня за их. У каждого своё. Поэтому ничего личного, ничего личного, ничего личного нет. Ничего личного нет. Ничего. Банальный вопрос теперь. Любишь ли ты своих подписчиков? Честно говоря, я снимаю это видео на начальной стадии. То есть, когда у меня ещё нет даже подписчиков, и подписчиков, наверное, пока что у меня и не будет, потому что на канале мне очень не спит. Ну, ладно, хоть так вот. Следующий вопрос. Любишь ли ты летом? Народ, ну я реально обычный русский школьник. Как может обычный школьник не любить лето? Да ладно, стоп. Стоп ты, стоп ты. Это была ошибочка Маши сердечного. За вот это я извиняюсь, потому что... Это нет. Ну ладно, я очень люблю на самом деле лето, и лето для меня это спасение от марсианин. Марсианины захватили школу свою, собственно, и школа теперь марсианская. Надо же было как-то от марсианов спасаться. И, ребята, если вы хотите, чтобы я продолжила эту рубрику, а как же эту рубрику назвать? Вопрос-ответ. Это банально. Я не знаю, как назвать свою рубрику. Возможно, отвечай Машу. А-а-а, я придумал название. И, короче, с вас лайк, подписка и за оригинальное название. Тоже с вас лайк и подписка. Да-да-да-да. Короче, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Bye. Ciao, bloggers love. Bye. 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 I love vloggers channel. Субтитры сделал DimaTorzok